Мы сегодня единственный европейский народ, лишенный конституции. Нам нужно бороться за то, за что уже поборолись наши европейские соседи сто с лишним лет назад. Вот как поляки получили конституцию, русским конституциям не дали, так у нас с тех пор конституции и нет. Есть документы, которые подобным образом называют власть, но конституции они не являются, потому что конституция сегодня, власть не сдерживает совершенно не так. Она не может защитить даже саму себя, потому что те поправки, которые происходят сейчас на всенародном голосовании, которые на самом деле проголосованы в Думе, в двух палатах парламента, сейчас происходит просто такая игра, театральная постановка. Это карго-культ демократии, как вот папуасы собирали из веток и пальмовых листьев самолеты. Так сейчас Путин делает вид, что у нас есть конституция, так сейчас Путин делает вид, что у нас есть голосование по конституции, но очень важно понимать, что всего этого, к сожалению, у нас нет. Пока мы этого не поймем, мы не начнем бороться за то, чтобы у русских появилась конституция, мы не начнем бороться за то, чтобы власть, наконец, стала нам подотчетной. И Путин, он очень хорошо понимает, Путин очень хорошо понимает, что он делает, именно поэтому он боится. Вот вы видели только что видео, видели, как ему неудобно, как он улыбается, потому что он понимает, что он делает. Но он рассчитывает, что мы ему спустим это с рук. Он рассчитывает, что мы ему это не припомним. И как я много раз говорил, у него есть все основания для того, чтобы так считать. Потому что в 90-х годах, когда власть поменялась, мы не припомнили своим тиранам и не припомнили своим узурпаторам те преступления, которые они совершили. Мы не наказали обидчиков нашей страны, мы не наказали людей, которые нашу страну разорили. И сейчас пожинаем эти плоды, плоды безнаказанности. Зло не должно оставаться безнаказанным, потому что там, где зло остается безнаказанным, добро терпит поражение. Мне кажется, пора кончать заигрывать с безнаказанностью, пора держать людей ответственными за их поступки. И в этом смысле происходящее на Западе очень хорошо резонирует с происходящим в России. У нас совершенно разные дискурсы, но в то же время мы входим в какую-то такую дикую для меня абсолютно реальность, реальность, в которой человек одновременно не отвечает ни за что, что происходит в его жизни, и отвечает за грехи и проступки других людей. Это абсолютно дикая, сживешная такая логика, которая в России, к сожалению, присутствует точно так же, когда ты берешь какого-то отдельно взятого чиновника, отдельного из этого полицейского и говоришь, ты преступник, преступник, должен сидеть в тюрьме, тебе говорят, как вы смеете это говорить, почему вы не прощаете, вам говорят, неужели вы хотите, значит, репрессии, хотя к репрессиям наказание преступников не имеет никакого отношения, говорят, как вам не стыдно, почему вы не прощаете, неужели вы не видите, что так поступают все, нет, так не поступают все, как в Советском Союзе, они все состояли в коммунистической партии, И точно так же сегодня не каждый полицейский ломает руки журналистам на избирательных участках. Нет, есть преступники, у которых есть имена. Но когда мы говорим об этих преступниках, почему-то наше гражданское общество, не движение, движение гражданское общество это понимает, но широкое гражданское общество делает шаг назад и говорит, ой-ой-ой, нельзя-нельзя, нельзя ни в коем случае так и вспоминать. Зло, нужно быть выше этого. Но когда речь заходит о какой-то национальной вине, национальной вине за преступления, которые совершили конкретные люди по отношению, например, к другим странам, нам говорят, ага, это русские, это русские виноваты. Вот это сживешная логика, ей не должно быть места в нашей стране. Наша страна должна нести ответственность за свои поступки. Каждый человек должен нести ответственность за свои поступки, за свои и ничьи больше. Только так мы можем очиститься, только так мы можем добиться создания нормальных работающих политических институтов в нашей стране. Это что-то, к чему я стремлюсь. Я надеюсь, это что-то, к чему будете стремиться вы, потому что то, что происходит сегодня, к сожалению, стало возможным. Благодаря нашему всепрощению, благодаря нашей инертности, благодаря нашему желанию не ворошить прошлое, мы допустили, что сегодня Россией правят бывшие члены КПСС. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы прекрасной Россией будущего правили бывшие члены Единой России, потому что они уже готовы переобуваться, и они обязательно переобуются, если мы закроем на это глаза. А то, что происходит сегодня, нужно воспринимать именно в этом контексте. Сегодня происходит неизменение Конституции. Сегодня происходит лишение нас верховного закона. В России Конституции больше нет. Нужно с этим, нужно посмотреть правде в глаза и начать бороться за реальные перемены, за то, чтобы в России Конституция появилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова